Здравствуйте, дорогие мои друзья! Доверие к правоохранительной системе. Хочется сказать, конечно, кривоохранительной, но будем говорить официальным языком. Вот в Норильске произошел достаточно дикий случай. Мужчина, молодой человек, начал душить женщин. Набрасывался на улицы среди бела дня, душил их и пытался, так сказать, изнасиловать. Нападение на двух женщин. Его задержали, его задержали, арестовали, и он признался в этих преступлениях. И вдруг, неожиданно, в следственном комитете на шестом этаже попросился в туалет. Вышел в туалет, значит, и выбросился в окно, покончил с собой. С одной стороны, все гладко. Ну да, как бы, ну разве что какая-то ошибка следователя, потому что, как бы, такого преступника, да, опасного, агрессивного преступника вдруг, ну не мог же без конвоя отпустить в туалет, без наручника. Да, как бы, иди, пожалуйста, сходи в туалет. А там окна, да, и он может выброситься. И возможно ли это вообще? Или это разгильдяйство? Или что-то не так? Да, то есть нашли кого-то не того. И человека принудили к признанию. И в чем-то даже, может быть, сами выбросили его из окна. Такие случаи, друзья мои, бывают. Почему-то вдруг, очень часто из окон таких заведений людей выбрасываются. Вспомнится, даже однажды некий генерал, по-моему, Сугробов, что ли, выбросился из окна Следственного комитета в Москве. И тоже погиб. Наверное, потому что кому-то было удобно, чтобы он погиб. Недавно ко мне обратилась женщина с бедой. Ее сын тоже покончил с собой в тюрьме. А она мне присылала фотографию, чтобы я помог ей понять, сам ли он покончил с собой или его убили. В принципе, достаточно было одного взгляда. Это определяется, да, вы чувствуете, человек ушел самостоятельно, по собственной воле, или его убили. И от этой фотографии вполне симпатичный молодой человек. Да, вообще не скажешь, что это. Его обвиняют в убийстве. Обвиняли. Доказательств очень мало. Ну, какие-то следы ДНК, да, то есть на одежде. Мама говорит, что он свою одежду часто давал, давал своим друзьям. Да, дарил, давал, какие-то майки, футболки. Его вынудили к признанию в убийстве. И маме он писал, что вынудили под принуждение. Но он не мог выдержать давление следствия, потому что, ну, явно издевательство, избиение. Вы понимаете, что творится в тюрьмах, что творится у следователей. Они не запариваются. У них есть, примерно, они зацепились за кого-то, им дальше расследовать не надо. Они просто этого человека додавливают. И он собирался на суде отказаться от своих показаний и сказать, что под давлением на него оказывали, значит, давление, и он не виновен. Ну, не знаю, суд бы воспринял это или этого молодого человека закатал бы за убийство. Но вполне возможно, судьи тоже не особенно разбираются. Им это абсолютно не надо. Их не волнует справедливость. Их волнуют свои вот эти льготы, пенсии и возможность пьяными ездить за рулем. Мне кажется так в последнее время. Я не верю, что вообще есть честные судьи. Ну, друзья мои, к сожалению, я не верю в это. Хотелось бы. Я не верю, что есть честные следователи. Я не верю, что есть честные полицейские. Вот сколько я не сталкиваюсь вот с этим горем людским, я вижу мерзость, издевательство, садизм этих людей, которые, пользуясь властью, ну, просто перемалывают судьбы и жизни людей. Ну, по этой фотографии было видно, что молодой человек был убит насильственной смертью. Ну, что это дает? Что это дает? Что это дает матери? И возможность, даже нету возможности похоронить его на кладбище, потому что, как бы, православная церковь не приветствует. Да, вот, отпевать таких людей, хоронить. Да, на кладбище вы похороните сейчас же не, но обратиться даже к небесам, к христианскому эгрегору невозможно. Справка в справке указана. Справка о смерти. А бухгалтерия, да, в православии тоже бухгалтерия. Нужно предъявить документацию, иначе тоже чиновничество. Печально, друзья мои, и вот этот норильский маньяк, вдруг почему-то он до суда не дожил. Наверное, тоже. А теперь все, дело закрыто, все списано. Маньяк есть, признание есть. А то, что он случайно выбросился из окна, вы верите в это? Что можно запросто выброситься из окна в следственном комитете, когда вас приводят в наручниках, когда... Возможно ли это? Или это явные следы того, что пытаются прикрыть преступление? У меня впечатление, что второе. В такие совпадения я не верю. Печально, но это факт. Будем надеяться, что все-таки эта система будет перерождаться. И тюремная система, и система суда, и следствия нуждается в радикальной трансформации. В радикальном гуманизации. Чтобы люди, даже совершившие преступления, могли исправиться. Ну, если это возможно. Все, драгоценные мои, пока, счастливо.